Привет, друзья! Ну что, мы сегодня поготовим, а готовить мы будем хлебные палочки. Вчера я сделала пробную выпечку, ее уже нет, чтобы вам показать. Ух ты, смотрите, как она булькает. Это опара. Поставила опару, кубик дрожжей, 2 стакана воды и буквально чайная ложечка сахара. Кубик дрожжей, это имею ввиду вот такой вот. Видите, в каком-нибудь блестяшек? Это живые дрожжи, которые покупаю большую пачку, а потом по 20 грамм разделяю и заматываю в фольгу и храню в морозилке. И вот такой порции 20 грамм мне хватает на 2-3 стакана воды, можно ее использовать. Поставила опару, дрожжи, немножко муки и сахар и вода. Вот она мне уже булькает, пока я с гусями управлялась, пока я с ними гуляла. Не знаю, что раньше выйдет видео про хлебные палочки или про токуки с гусями гуляла. Вот, опара вот так вот подросла. Ну что ж, добавим соли по вкусу и муки. И замесим обычное хлебное тесто. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 то что мешает чуть-чуть отложить стороночку и снова их делим уже на вот такие вот палочки кусочки тесто делится отлично так ну что ставлю на паузу продолжим дальше пошили по противню у меня духовочка маленькая электрическая поэтому совсем чуть-чуть помещается как-то выходим из этой ситуации ну что разложили наши будущие хлебные палочки и сейчас мы их будем смазывать смазываем желтком не белком а смесью воды и соды на канале по-моему другая кухня посмотрела очень интересный совет для красивого румяного цвета изделий грибобулочных вкус соды вообще не чувствуется испытано уже много-много раз вот этот способ примерно 100 грамм воды и треть ложечки соды размешала и кисточкой смазываем я кстати когда работала на кондитерской фабрике там мы делали соломку знаете такую тоненькие палочки соломинки посыпанные солью вот там они проходили через щелочную ванну сода кстати в какой-то степени тоже щелочь кто химик конечно же я тоже химик сода тоже имеет щелочную среду но тогда конечно натрию аж и слабой концентрации использовался но все-таки была щелочь она нужна была чтобы придать румяный оттенок тоненьким изделиям и чтобы они не успели сгореть потому что через хлебопекарную печь вот эти соломинки шли буквально минуты три и за это время они должны буду спеть и пропечься получить красивый оттенок и не сгореть поэтому все маленькие детали вот эти вот элементы чтобы они не сгорели просто можно обработать содой отставляю для вкуса посыпем кунжутиком печка греется изделия маленькие и много расстаиваться не надо буквально заканчиваем посыпочку конечно можно и макать в этот в мисочку мне просто одной рукой неудобно одной рукой неудобно так можно в принципе все эти заготовочки и макать в мисочку с кунжутом но тогда и больше приклеится неудобно тушение то растянутся поменяют форму так будут такие вот квадратики ну чтож заканчиваем вот это вкусное украшение и ставим в духовочку насколько разогреется у меня на это не точно то 160 по 180 показывает мне поставил греется на 180 и там поставим посмотрим 8 выпекаем до румяного цвета пропекается она быстро потому что маленькая до встречи после выпечки а кстати забыла в духовке у меня стоит чашка с водой то что для всех хлебобулочных изделий желательно чтобы была поддержана еще соответствующая влажность при выпечке что для хлеба он для этих палочек чтобы они не пересохли до встречи в продолжении пока первая партия хлебных палочек печется делаем вторую в этот раз решил делать сладкие ну и немножко другой способ испытывать палочку макаем вот в эту водичку с содой а рядом ныряем в мисочку с сахаром и с кунжутом так можно из рук выскакивать немножечко тем более одной рукой неудобно снимать и выкладываем на пергамент чтобы те палочки вытащить а новые поставить ну что пойду продолжать этим делом заниматься но только двумя руками до следующего включения вот не знаю правильно ли передает камера цвет вот такие они румяненькие когда она светлит на самом деле они гораздо темнее чем кажется на камеру так ну что эти отправляю на подносик и быстренько закладываю следующую партию печься и нарезать следующие палочки вот такие вот замечательные румяненькие снизу даже подрумянились хлебные палочки выпекались где-то 10 минут они выпекались и где-то 170-80 была температура можно даже немножечко снизить а ну какие прикольные так ну что хватит болтать пора печь дальше вот они пекутся следующие хлебные палочки почему так растут все это говорю температурах в том что я толком и не знаю как пользоваться этой шкалой вот тут я так думаю 200 тут наверное 150 а это что-то между ними ну короче я не разобралась точно как пользоваться этим градусником но на вот этом режиме у меня всегда все получается хотя рекомендации которые тут даны тут вообще 240 градусов рекомендуют выпечку делать я слышу кто-то хрустит уже готовыми палочками дети так ладно пошла лепить следующие вытащила следующую партию палочек и кстати здесь две штучки которые я не помазала сверху содой теперь разница видна как они подрумянились еще одна штучка просто белое тесто оно готово вот только вот снизу подрумянилось а верхняя часть видите не потемнела а те которые были смазаны все румяненькие поэтому если что-то маленькое надо печь лучше смазать раствором соды и тогда она приобретет румяный цвет буквально за 10 минут а так вот она видите белый кусочек теста ничем не помазан как который так но печка у меня там щелкает что она нагревается этот я отправляю в мисочку и ставлю следующую выпечку последнюю партию сладких палочек хлебных мы отправили вот точнее достали из духовки и в духовочку отправляем хлебушек он уже в форме расстоялся теперь аккуратно главное его сильно не дернуть отправляем выпекаться и вот такой хлебушек у нас получился пока он еще горячий его надо или сбрызнуть или смазать просто водой в этот раз просто водой без соды и завернуть в полотенчика подходить доходить до кондиции вот такой вот чудесный ароматный хлебушек камера не передает ну вот изготовились наши палочки точнее они уже почти доелись хрустящие корочки не хрустящие на то же время они мягкие как хлебушки и пористые внутри улетают только так потому что уже одна миска пусто так что друзья пока пока приятного аппетита и удачных кулинарных шедевров даже из простых ингредиентов до встречи в новых видео